Могу сказать про местный алкоголь. Алкоголь местный, самая главная пачанга, это ром сэнксом, в русском языке его называют самсаныч, сомксамыч и как угодно. Это тайский ром или какой? Да, это то, что мы пьем пачангу, но по факту я не думаю, что это ром, потому что ром все-таки должен делать сахарного тростника, но я не видел здесь, хотя и есть немного сахарного тростника, вот мы сейчас на той стороне острова попробуем сахарного тростника, я там нас не знаю, вот. Вот есть водка, вот гилбельс. Это где она находится? А вот, ну варят где-то здесь, под Бангкоком, по-моему, но они делают все, он и ром, и вот сама бутылка какая-то. А вот квадратная такая вот у нас стоит, вот рядом с текилой, с шляпочкой, которая слева, вот тебе гилбельс ромка. Такая голубая, да? Да, 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 ну вот она, которая написана. А, да, 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 вот. Слева же лайт ром, легкий ром, светлый, правее G стоит, ну все гонится из риса, и, соответственно, запах а-ля Russian самогонка. То есть вот этот весь алкоголь, это получается тайский, ну кроме текилы, да? Да, да, текила Sierra, но я более чем уверен в своей массовости, она тоже варится, наверное, где-нибудь здесь по лицензии. Хотя, не факт, может быть и экспортная, но это, кстати, Sierra текила неплохая, недорогая текила, в принципе, в принципе, нет. То есть по ценам, вот, как вообще, например, знаешь, по ценам, самая, более-менее дешевая, вот эта гилбельс, она достаточно дорогая, то есть бутылка, по-моему, 400-500 рублей стоит, тогда, когда сенксом стоит 275 рублей, и, опять же, они подняли цену на сенксом, буквально в том году он еще стоил 225 рублей, сейчас 50 рублей докинул. Это тайский ром? Да, это тайский ром сенксом, который мы пьем. Чего еще здесь интересного? Ну, тот трэш, который я показывал, не помню, как он тайский называется, конкретно рисовая самогонка стоит 50 рублей за 0,5, купить его в чистом виде. Нежелательно, да? Ну, да почему не желательно? Ну, попробовать можно, ну, ты говори, вот чисто, что, знаешь, как сесть кузнечика, допустим, дожарить, да, вот чисто, вот просто попробовать. А, понял. Но напиваться им я бы не хотел, потому что очень тяжелый. Огоник вот сенксом саду это будет взрывать, то есть это брага лицевая. Продукт прямой перегонки, неочищенный, это есть вот эта вот тайская пыла. Причем это истинно тайский, тайский напиток, то есть если ром, это все-таки напиток мексика, о, мексиканский, а это иноамериканский, да, испанский, то... А вот в Камбодже ты говорил, что там без таможенной, да? В Камбодже очень дешевое букло, да, потому что страна один сплошной юки-фри. Более того, там не только букло дешевое, там еще и автомобили, то есть все вот эти бушные. Лексуса можно, 5-6-летнего Лексуса взять за 330-го, за 8-7 тысяч долларов. В зависимости от состояния. Вот. Спиртное бутылка Boccardi Gold или дуэк, там не важно, от 8,5-10 долларов зависит от места. То есть такой литр Boccardi, да, грубо говоря, там за 250 рублей. Ну это вообще цена. А в России сколько стоит такой? Больше 1000-1200. Больше 1000, да? Да, да. Ну 07 стоит там рублей 800-900, но литр будет стоить где-то 1100-1100. И это в метро, это не в магазинах, там супермаркет, ну в Cash and Carry, да, где там типа полуоптовую цену. Брали в том году, ребята, комплект для B52 для коктейля. Это Cua Bellis Contaro. В 3-литровой бутылке вышло 33 доллара. У нас 33 доллара это будет стоить на 7 Bellis'а только одного. И это опять же про метро я говорю. В магазинах для тряк Bellis'а, ну 1200-1300, а может быть его зависит от магазина. У них здесь нету, да, такой зоны? Нет, здесь такого нет. Ну почему дьюти-фри в аэропорту? У нас же дьюти-фри в аэропорту Бокарги в Бангкоке. Более того, наш любимый Сенгсон, который стоит здесь 275 рублей, там он стоит экспорт с черной этикеткой, что-то 275 долларов. То есть в районе 80 рублей вообще получается. То есть тайское бутло, которое здесь 3 раза дороже, чем в Камбодже. Так что welcome to Kambodja, дорогие бои. Друзья, вот такая информация про тайский алкоголь и камбоджийский тоже. Вот, кстати, неплохие есть вещи, вот как вот бризер, это слабоалкогольный напиток. В узком варианте, это типа Ягуара, но Ягуар, конечно, это пойло вообще отвратительно считать, полуэнергетический. Но бризер делается на анациональном параде, то есть там сок, в зависимости от лимонного, кексинового, ананасового и с добавкой Бокарди. Бокарди-бризер называется, вот он в холодильнике, стоит рядом с пивом. Такая мутноватая зеленая жидкость, вот справа. Так, 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 сейчас. На второй полке снизу. Ага, все. Да-да-да, бризер. А вот над ним, через две полки, с красной этикеткой, это Red Spike. Спай, это местный аналог бризера, стоит в магазинах 30-35 рублей за бутылочку. Это пиво или что? Это бризер, нет, спай, это тоже, опять же, слабоалкогольный коктейль, сок и коктейль. Вот, потом, как раз, все виды пива здесь представлены, тайские основные. Это Чанг, зелено-золотистая этикетка, переводит слон. Сейчас, секунду, это где у нас? Между зарядом слева от апельсинового сока. Да-да-да, вот Чанг. Да, вот тут Чанг, его начали варить, наверное, в 95-96 году. Именно специально поставить. Сами пиво, ну, не пили до какого-то определенного момента, пока наши их не приучили, туристы, да, пить. Вот, ну, то есть, пиво, в основном, пьют варанги, ну, сейчас стали пить тайцы. Пиво неплохое, но с небольшой горчинкой. Я вот, предпочитаю Лео, оно правее, вот, с другой стороны от сока находится, Леопард. Ага, вот так. Оно, как правило, нет, Чанг самая дешевая, потом идет Лео по магазинам. Ну, в принципе, все пиво за Grand Bottle, то есть, 0.66 объемом их 0.30, 0.66, не 0.5, как в России. Американская система. 0.60 стоит, ну, в районе, там, 45-50 рублей. То есть, это если по бутылочам брать. Если зайти в какой-нибудь супермаркет, где продают коробками, там, соответственно, решение будет. То есть, бутылка пива, получается. Да, 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 бутылка. Вот на нижней полке San Miguel. Ну, в San Miguel, кстати, я не помню, что пиво, но... Это вот это синее, такое серебристое? Да, серебристое синий полосой. То ли мексиканское, что-то типа короны, только более-то пожестче. И синха, знаменитая синха, самое старое пиво тайское с белой этикеткой. Ага. В принципе, пиво не плохое, но на любите. Он достаточно жестковатый. То есть, именно вот горечь солодовая очень ярко выражена в нем. Оно по цене дороже? Нет, ну, same price, там, в районе, там, колебания, в районе 5 бат. Да, синха самая дорогая, но, там, говорю, там, разница в 5-8 бат, не более того. То есть, незначительно. Ну, а еще и левая зеленая этикетка Heineken, голландский, как бы, ну, пиво, которое варится по лицензии, варится здесь. Ну, Heineken, все пробовали. Heineken, везде Heineken. Ну, да. Ну, вот, наверное, в принципе это. Окей. Друзья, вот такая информация насчет тайского алкоголя. Пока это все, смотрите обзор КВ.